Слава Украине! Привет всем от Полуанского! Я знаю, как многие у нас возмущены действиями ТЦК и другой раз, знаете, у самого, ну скажем так, мягко говоря, неудовольствия по поводу увиденных картинок и картин, да, из жизни, с одной стороны, с другой стороны, думаешь такой, вот если не будет у нас мобилизации, ничего этого всего не будет, то, соответственно, придет тогда Россия сюда, потому что тупо на фронте людей не хватит. Вот, и тогда уже вот никто, никаким ТЦК, ну, российским военкоматам возмущаться не будет, потому что улетишь на подвал за три минуты, там с тобой никто разговаривать не будет, тебе просто отобьют почки в первый же день, в первую минуту, и, как говорится, желание дискутировать с ТЦК или как оно у них там военкоматы, ну, пропадет один раз и навсегда вместе с почками, да, и тут, понимаешь, ну, это пропадет у тех, кого не убьют, а сейчас просто убьют в первый же день, ну, как они это все, всегда делают, да, Мариуполь тому пример, да, так вот, вот я к чему веду, их нравы называются, да, как у них это все выглядит, сегодня смотрел и просто, знаете, диву давался, пришли жены чмобиков, вот у них есть эта организация, пресловутая жены чмобиков, которые сами отправили своих чмобиков, значит, убивать женщин и детей за деньги, то есть сделали, их ничего не смущало, когда они были наемниками, когда они воровали здесь, обворовали дома и квартиры в Киевской области, их абсолютно ничего, и потом в Херсонской области занимались тем же самым, да, их ничего не смущало, а тут, значит, засмущало, потому что перестали платить зарплату или платят через пень-колоду, да и Ванька больше не высылает награбленное, намародеренное к себе домой, хочет она, короче говоря, своего чмобика домой, и что получается, они бы приходили к Министерству обороны протестовать, чтобы, значит, вернули Ваньку дурака домой, а знаете, как они протестовали, а протестовали они на коленях, да, вот встали, значит, постояли, постояли, а потом смотрят, к ним никто не выходит, и лось напали на колени, и упали, да, и, значит, протестуют, ну, как, да, то думайте, я вру, фотографии, фото, видеоматериалы у нас, кажется, на телеграм-канале, ссылка в описании к данному ролику, так что не шучу и не вру, да, это один момент, второй момент, значит, вышел к ним какой-то там полковник и сказал, что у них вообще нужно позабирать паспорта граждан фашистской федерации, потому что они недостойны такого паспорта, значит, раз они хотят своего Ваньку дурака домой, при этом полковник сидит в тылу, ясное дело, вот, вот это один момент и второй момент из этой же оперы, как они относятся к своим, значит, лежат, это уже на поле боя, лежат чмобики 300-е на земле, понятное дело, никто их не собирается эвакуировать, лежат их, много, и шурует, значит, моталыга, МТЛБ. Водитель прекрасно видит, куда он едет, он видит, что спереди лежат 300-е, и войны, и наши, и он тупо по ним едет, дело из них фаршмак. Еще раз говорю, люк над водилой открыт, он выглядывает периодически, он видит, куда он едет, он видит, кто спереди, что спереди. Тупо вперед, ни те, ни сомнения. Вот в этом вся Россия, в этом вся Россия, да, так что, вот так они относятся к своим, как они относятся к бывшим нашим, которые там, или к нашим, которые живут в Донецкой области, Луганской области, не надо даже говорить, там полный трепендец происходит, да, вот, поэтому, ну вот так вот, вот так, так работает российская военная машина, так работает российская военная система. Значит, те стоят на коленях, а пока те стоят на коленях, по их мужьям тупо едет бронетехника, додавливает, вот так.